Галактика разрухи. Общество. Бывший-Смоленский田-Комбинат имени А.А.А. Андреева. Class. Равно. Галери Маклевю. Равно. True Item Prop. Равно. Image. Бывший-Смоленский田-Комбинат имени А.А. Андреева. 29 июня 22. Галактика разрухи. Задача использования новых форм работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся, о которой на днях шла речь в докладе ГА. Зюганова и в выступлениях участников пленума Центрального комитета партии вызвана деградация как национальной катастрофой России, что и определяет эти формы Коммунисты Смоленской области с все большим привлечением трудящихся предъявляют народный счет разрушителям великой державы Мы за то, чтобы каждый потребовал ответа за уничтоженное его рабочее место на бывшем предприятии промышленности, сельского хозяйства и в других сферах народной жизни Именно так и ставим вопрос Галактика это слово вознесено в Поднебесе над самым большим в Смоленске торгово-развлекательным центром Такое название, видимо, символизирует астрономический размах вожделенного обогащения в торговле и смеха в развлечениях Однако многим отмют не до смеха Работавший в советское время мастером на производстве Анатолий Павлович Ракша пишет статьи Рассказывает о творческой жизни и насильственной смерти крупнейшего льнокомбината В сталинскую индустриализацию предприятие было построено перед самой войной Сразу после изгнания фашистов из Смоленска восстанавливалась и почти год работала на победу Что говорит о его значении? Таким оно было и в мирное время В перестройку лакея капитализма клеймили советскую власть за дефицит потребительских товаров Но сами подарили стране дикий капитализм и угробили большую часть производства товаров народного потребления Все это видели Захватчики народных богатств не теряли ни единого шанса личного обогащения, зачастую уголовного Пустая трата средств, расстройство управления повсюду в итоге разорения и остановка предприятия В первый раз льнокомбинат остановили фашистские бомбежки Во второй несовместимый с жизнью хаос Разграбление народных богатств и произвол реставрированного капитализма Это все частные собственники Вот яркий пример их эффективности Последний директор вбухивал Другого слова не подберу Средства в закупку изношенного и отреставрированного оборудования Лишь треть работала пару месяцев и останавливалась А две трети даже не включались для испытания Вороватые господа отобрали у профсоюзного комитета помещение и посоветовали найти место за воротами Задерживали зарплату до трех месяцев Сотнями увольняли работников На протесты плевали Производство останавливали из-за отключения электроэнергии и пары за долги по оплате А также из-за отсутствия сырья Смоленская область перестала быть льновоческой Льноволокно изыскивали даже в Турции В советское время на льнокомбинате работали свыше 8 тысяч человек И вот при буржуазной власти его убили Последних 1300 работников выдворили без зарплаты и выходного пособия На металлолом отправляли дорогостоящие технологические линии Станки с числовым управлением и другое оборудование Машины Рабочий класс создавал и наращивал это промышленное производство более полувека А жаждущие наживы новоявленные хозяева жизни разрушили его и растащили за 4 года Все в стиле сырьевой колонии Столкнув в долговую яму Придали законный вид банкротства и ликвидировали полного жизненных сил богатыря В здоровых социально-экономических условиях он мог и дальше устойчиво развивать прибыльное производство товаров народного потребления с неизменно высоким спросом на них Об этом говорит не только бывший мастер смоленского льнокомбината член КПРФАП Рокша, а все люди труда, у которых самозваные капиталисты отмели народные заводы и другие предприятия, отмели будущие родины Траурная складывается картина С самого начала приватизации целенаправленно выполнялась задача по уничтожению нашего народного хозяйства Всего, что в советское время создавали по плану В 70-е и 80-е годы в Смоленской области построено 20 заводов и фабрик А при капитализме разруха Сообщалось, что американцы издали книгу объемом 830 страниц, где был перечень объектов Советского Союза, подлежащих приватизации Все так и сделали Первая шла оборонка За ней легкая промышленность Потом развалили пищевую отрасль Начинали с оборонного комплекса У нас были заводы авиационной, электронной промышленности и приборостроения Все это сейчас уничтожено Всем миром строили в Визьме завод графитовых изделий Единственный в Союзе Он обеспечивал полностью атомную энергетику, космос, ракетный комплекс Он первым попал под приватизацию Купили его немцы, потом американцы Сейчас его уничтожили Нет его Был мощный авиационный завод Выпускал спортивно-тренировочный самолет Як-18Т Крылья самолета Як-40 для Саратовского авиационного завода И самолеты Як-42 полностью собирали у нас Трудовой коллектив около 17 тысяч человек На сегодня осталось где-то 3,5 тысячи Эффективно функционировал в Смоленске большой завод электронной промышленности Диффузион Сейчас торгуют мебелью На заводе Протон трудились две тысячи рабочих Выпускали аппаратуру точных оптико-физических измерений Сейчас и его ликвидировали Значимую роль в этом, несомненно, играет мировой капитал Например, многие предприятия пищевой промышленности через подставных лиц Заграничные монополисты выкупили, потом их закрыли В частности хлебозавод, малокозавод, мясокомбинат, макаронную фабрику Также и в легкой промышленности Существовала мощная трикотажная фабрика, нет ее Мощная швейная, обувная фабрики почили в Бозе Колоссальный урон нанесен сельскому хозяйству Об этом пишет и смоленская пресса В советское время сдавали по 950-980 тысяч тонн зерна в год В самый урожайный год собрали 1 миллион 100 тысяч тонн А в 2018 году произведено лишь 278 тысяч тонн зерна Тогда собирали в год 600 тысяч тонн картофеля Не только для себя, поставляли его еще в 6 областей Теперь вырастили 128 тысяч тонн, в 5 раз меньше Овощи в советское время получали 65 тысяч тонн, ныне 52 тысячи тонн В советское время главным образом на фермах крупного рогатого скота Производили 155 тысяч тонн, мяса сегодня 87 тысяч тонн Как свидетельство уничтожения животноводства Просто вопиет превращение молочной реки в ручеек Надаивали 730 тысяч тонн в советское время, а ныне только 171 тысячу тонн В 4 с лишним раза обмелило рукотворное течение Лен сели 72 тысячи гектаров На сегодня почти все забросили В прошлом году его было лишь 4000 гектаров Перерабатывали его 32 льнозавода, сейчас осталось 3 Было еще 2 льнокомбината Смоленский ликвидирован, остался Виземский Который теперь выпускает мешки и брезент Льнопродукция шла на расхват Постельное белье, портьеры, скатерты и другие изделия Особенно когда приезжали иностранцы, все уходило в лет В 40 страну мира отправляли свою продукцию Льняными товарами зарабатывали валюту, без всякого газа и нефти При социализме не было дотационных областей, извне только на север завозили все необходимое В средней полосе России все работали рентабельно и содержали сами себя Жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура все обеспечивалось из местного бюджета Смоленская область вначале числилась сельскохозяйственной Затем стала промышленно-сельскохозяйственной и полностью самодостаточной Мы не знали, что такое дотация Однако все это уничтожается реставрацией капитализма в нашей стране Буржуазная власть вот уже скоро три десятилетия проявляет по меньшей мере несостоятельность И при всех громких нацпроектах продолжает гибельную политику социальной несправедливости Как Мамай прошел, говорят о последствиях ее деятельности Но такие следы были только там, где он прошел А у нас сплошные бомбежки производственных предприятий и многих других объектов по всей стране Символ катастрофы в Смоленской области почти три четверти заброшенных и одичавших полей За опустение сел и деревень Некоторые свидетели этого бедствия, как летописцы С самого начала капиталистических реформ ведут перечень крупнейших заводов и фабрик Фотографируют их разваленные корпуса и размещают эти обвинения разрушителей в интернете Коммунисты Смоленской области считают, что не одинокие летописцы А все люди труда со своими бедами кровно заинтересованы в том, чтобы повсеместно подвести итоги трех десятилетий классового переворота в нашей стране Все организации КПРФ в каждом городе и районе области при участии наших сторонников Провели общественную ревизию состояния наследия социалистического государства после его перестройки в сырьевую колонию мирового капитала 10 января 2019 года Советская Россия опубликовала народный счет разрушителям на Смоленщине первую часть скорбного списка В нем половина районов области подробны, хотя, может быть, и неполный перечень загубленных буржуазной расточительностью Хаусами грызней заводов, фабрик, комбинатов, сельскохозяйственных предприятий, объектов соцкультбыта, образования и здравоохранения В этом списке сотни уничтоженных колхозов и совхозов, закрытых школ и медпунктов, вымерших сел и деревень, в которых на протяжении многих веков рождались и жили наши славные предки Участники строительства тысячелетней великой державы многонационального народа Опубликованный в Советской России народный счет разрушителям мы напечатали тиражом 70 тысяч экземпляров и распространили по всем населенным пунктам области Считаем это началом массовой работы, приглашением каждого к составлению полного народного счета у себя в регионе деятелем классовой реакции, выступившим против социально-исторического прогресса нашей Родины Важно оценить колоссальный ущерб национальному богатству от уничтожения производительных сил и среды жизни народа Это чудо вершилось ударными пятилетками социалистической индустриализации Но какие времена потребуются, чтобы из нынешней капиталистической пропасти совершить прорыв, а потом и восстановить уничтоженные мощности? Мастер Смоленского льнокомбината, член ревизионной комиссии Гаркома КПРФАП Рэкша провел ревизию Сколько мы теряем продукции из-за уничтожения производственных мощностей? В 1990 году в Смоленской области выпустили 152 миллиона квадратных метров тканей Но эффективные собственники сразу обвалили производство и снизили его до 12 миллионов квадратных метров в 2007 году Статистика показывает сведения лишь за 13 лет За эти годы по сравнению с уровнем 1990 года недодано 1 миллиард 752 миллиона квадратных метров тканей Еще за 14 лет данные не приводятся Да и так ясно, что показать нечего Совершенно очевидно, что потеря не меньше И общая недостача как минимум удваивается и превышает 3 миллиарда 500 миллионов квадратных метров тканей Такой дефицит состряпали те, кто поливал грязью советскую власть Обвиняя ее за дефицит товаров народного потребления Мастер льнокомбината АП Ракша показал пример того, что каждый труженик может и должен также посчитать упущенную выгоду Потерю продукции за всю годы удушения и окончательной ликвидации своего завода, фабрики, молочно-товарной фермы и так далее А потом еще учесть упущенный обязательный прирост продукции развивающегося все эти десятилетия родного предприятия И когда работники сложат общую сумму их потерь продукции из-за уничтожения производства случайными дельцами То всем станет очевидна общая гигантская утрата национального богатства, могущества государства, личного благополучия и счастья всех и каждого на родной земле Тогда будет разоблачена абсолютная беспочвенность самодовольства и благолепие буржуазной власти среди устроенных ею развалин и при продолжающемся уничтожении все новых и новых производств Это полностью раскроет причину, по которой неспособная обеспечить расширенное воспроизводство и рост доходов в стране власть отнимает у трудящихся пенсии за пять лет Чем она еще обрадует при дальнейшем прозябании в яме реального застоя? Политика режима угроза будущему И потому коммунисты Смоленщины во всех городах и районах ведут учет злодеяния разрушителей жизни трудящихся Призываем к самому широкому поиску выхода из катастрофы Об этом ведем речь на митингах, собраниях и выступлениях патриотов Об этом лозунги наших протестных акций, шествий и других выступлений среди населения Сегодня мы представляем вторую часть перечня загубленных буржуазной властью объектов жизнеобеспечения Смоленщины Полностью народный счет размещен на сайте обкома КПРФ Приглашаем к деловому обсуждению и защите интересов трудящихся и всей страны В сопровождение сказанного приводим народный счет по Сочевскому району Леспромхоз в 2005 году Электродный завод в 2014 году Льнозавод в 2013 году Кирпичный завод в 1997 году Промкомбинат в 1998 году Сельхозтехника в 1999 году ПМК-11 в 1997 году Асфальтобетонный завод в 1999 году АПС-2 в 2013 году Автобаза номер 5 в 2008 году Автоколонна номер 1665 в 2004 году Молочный завод в 2006 году Мясокомбинат в 2013 году Хлебозавод в 2016 году Нефтебаза в 2016 году Колхозы Аврора, Им 26-го портсъезда Рассвет, Советская Россия Совхозы Вараксина, Волна, Дугина, Нощикинский, Никитский, Никольский, Соколинский, Рокетянский, Тишинский, Сутарминский, Племсовхоз Им Моисиенко, Племзавод, Сычевка Учреждения Агрохимия, Хлебоприемный пункт, Льносеменная станция, Мелиорация, Станция по травам, Заготскот, 11 фельдшерско-акушерских пунктов 15 общеобразовательных школ Заветтехникум и СПТУ номер 27 Проведена оптимизация сельских школ, закрыто 8 учреждений Количество сельских детских садов сократилось с 28 до 8 После 1991 закрыто 13 сельских домов культуры Из 24 сельских библиотек осталось 9 Закрытый комбинат бытового обслуживания, ГБА, гостиница, Римстр и участок Списки по оставшимся районам размещены на сайте Смоленского обкома КПРФ Валерий Кузнецов, первый секретарь Смоленского обкома КПРФ